Наш мир не стоит на месте Он стремительно развивается и дополняется новыми данными За пять лет человечество произвело информации больше, чем за всю предшествующую историю Прямо сейчас мы становимся свидетелями развития компьютерных технологий, освоения космоса и инновационных открытий в медицине Современный образовательный процесс требует от специалистов постоянного совершенствования, в том числе и в вопросах научно-практической квалификации Возникает острая необходимость в независимой площадке, позволяющей специалистам иметь доступ к передовым достижениям в области терапии Евразийская ассоциация терапевтов – это уникальный глобальный проект объединения специалистов разных стран и различных областей клиники внутренних болезней Направленный на развитие и совершенствование помощи пациентам терапевтического профиля Это современная площадка, предоставляющая участникам Евразийского медицинского сообщества доступ к уникальной базе данных, а также возможность обмениваться мнениями и делиться опытом Мы объединились здесь, чтобы сложить наши усилия в борьбе за долголетие, процветание народов наших стран В Ташкенте открылся 4-й съезд Евразийской ассоциации терапевтов В Минске открылся 5-й съезд Евразийской ассоциации терапевтов И мы всегда с оптимизмом смотрели в будущее Нас объединяют общие корни, общая история И я надеюсь, нас объединяет светлое, большое будущее Миссия ассоциации — создание международных медицинских, исследовательских и образовательных проектов между странами Европы, Азии и СНГ Ассоциация проводит образовательные мероприятия с участием ведущих экспертов Съезды, конференции, телемосты, школы Научная программа конференций подготовлена с использованием современных образовательных методик и инновационных форматов Сегодня ассоциация уже объединяет тысячи практикующих врачей и экспертов из России, Европы, Азии и СНГ Она помогает совершенствовать медицинские знания и опыт каждый день Для нас важно сделать процесс медицинского образования непрерывным, современным и максимально доступным Вступив в ассоциацию, вы становитесь частью глобального сообщества специалистов, работающих под научной и практической составляющей современной терапии Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Сегодня мы продолжаем начатый месяц назад цикл правовых лекций, посвященных научно-популярных правовых лекциях, посвященных ответственности медицинских работников И возможностям избежания этой ответственности, принятия мер, которые помогли бы вам не сталкиваться вообще с такой категорией, как ответственность за совершение профессиональных деяний Сегодняшняя тема посвящена информации Называется она у нас «Предоставление информации о состоянии здоровья, условия раскрытия врачебной тайны, правовые и этические аспекты» И сегодня мы с вами поговорим по трем основным блокам вопросов в этой теме, касающиеся врачебной тайны, касающиеся предоставления информации пациенту, потому что это несколько отличная от врачебной тайны ситуация И вопросом информированного добровольного согласия и отказа от него, и отказа от вмешательства, который также оформляется документами Все эти три вопроса связаны между собой, и, собственно, один не мыслится без другого, но вот условно мы их разобьем на три таких основных блока Начнем с вами, уважаемые коллеги, с врачебной тайны И, собственно, далее продолжим по всей информации Живем мы с вами в век засилий информации Мы погружены в нее, окружены ею И в такое интересное время, когда и государство пытается регулировать процессы, связанные с получением, передачей, хранением информации И мы сами, как потребители, источник информации, тоже хотели бы в какой-то мере ограничить ее распространение А в какой-то, может быть, наоборот, получить зеленый свет для того, чтобы ее предоставлять И вот сегодня проговорим некоторые правила, которые уже законодательно закреплены И которые совершенно точно требуются соблюдать вами, как медицинскими работниками при осуществлении профессиональной деятельности Всеми нами, как пациентами, и потребителями, и, собственно, производителями информации Итак, закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации Как я в прошлый раз уже говорила, это основной базовый закон, который регулирует все правоотношения в здравоохранении Он один, он легко доступен, он есть в интернете Он есть во всех справочных правовых системах, которые выложены в открытом доступе И вы легко его можете найти или по названию, или по номеру 323 у него номер, или просто даже по набору слов Закон об охране здоровья выдаст один единственный документ, этот закон Почему я так говорю о его распространении? Еще раз, потому что всегда можно в случае сомнений, правильно ли вы поступаете Или когда появляется вопрос, как поступить Вы всегда можете открыть этот закон, посмотреть его И, собственно, далее уже либо составить какое-то представление Либо дальше обратиться за разъяснениями к специалисту Но иметь вот эту базу, она в доступе, возможность такая есть Итак, уважаемые коллеги, в этом законе Статья 13, вот такой у нее, в общем, запоминающийся номер Посвящена врачебной тайне Что нам говорит в части 1 статья 13? Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи Состояние его здоровья и диагнозе Иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении Составляют врачебную тайну То есть нам сразу законодатель здесь выделяет три основных объекта Информации, сведений, которые относятся к врачебной тайне Еще раз с вами их проговорим Первое, это факт обращения гражданина за медицинской помощью То есть, грубо говоря, пациент, который зашел в здание медицинской организации Или обратился за телемедицинской консультацией Даже если он ее не получил Это является фактом обращения И это уже составляет врачебную тайну, которая подлежит охране Что еще? Это непосредственно сведения о состоянии его здоровья и диагнозе И, наконец, иные любые сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении То есть, вся абсолютно информация с момента, как еще раз мы с вами проговорили Он переступил порог клиники Либо сделал некое обращение за телемедицинской консультацией Либо, в принципе, сделал обращение в электронной форме Это уже будет считаться фактом обращения и охраняться врачебной тайной Что еще, уважаемые коллеги, сразу хочу здесь проговорить по субъектам Кто у нас обязан врачебную тайну хранить? Ну, то есть, на первый взгляд, и весь мой доклад выстроен в большей его части На то, что, конечно, в первую очередь, это медицинские работники Как обладатели информации о состоянии здоровья пациента Как люди, которые занимаются оказанием медицинской помощи Но что нам говорит закон? В части 2 статьи 13 закон говорит Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну В том числе после смерти человека Лицами, которым сведения стали известны при обучении Исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей За исключением случаев, которые мы с вами проговорим И которые сейчас вот у нас уже видны на мониторе То есть, уважаемые коллеги, еще раз давайте с вами просмотрим Прокрутим этот список То есть, не допускается разглашение сведений лицами Которыми ставило известно при обучении То есть, это любые студенты, ординаторы Вы, как лица, получающие дополнительное профессиональное образование Повышающие квалификацию Обязаны хранить врачебную тайну При исполнении должностных, служебных и иных обязанностей То есть, все случаи, собственно, выполнения трудовой функции Причем не только медицинскими работниками Но и немедицинскими работниками Потому что закон здесь не делает исключения Он не дает нам указания на то, что это только врачи Или только медицинские сестры Любые лица То есть, к ним мы можем относить И IT-специалистов, которые занимаются обработкой и хранением Это могут быть и специалисты, кадровая служба, бухгалтерия Методического отдела Которые непосредственно не имеют Не встречаются с пациентом Непосредственно не участвуют в указании медицинской помощи Тем не менее, вовлечены в процессы И обладают этой информацией То есть, здесь мы видим широкий круг лиц И я бы хотела, чтобы Если сегодня нас слушают организаторы здравоохранения Руководители подразделений Либо руководители клиник Чтобы вот этой информацией обладали Не только медицинские работники Чтобы вы ориентировали и других ваших сотрудников А вы, уважаемые медицинские работники Ваших коллег Что они тоже охватываются Требованием и обязанностью Врачебную тайну хранить И как любая, практически любая обязанность Ее нарушение обеспечивается Наступлением ответственности И, собственно, за разглашение врачебной тайны Законодательством Тоже предусмотрена ответственность И случаев обращения граждан И с жалобами, и в суды с исками И в порядке административного судопроизводства С требованием также наказать нарушителей Их немало Я вам расскажу сегодня несколько случаев В качестве примера Пример вы у меня просили И пример я, собственно, предоставлю Сейчас же я хочу сказать Что здесь так же, как и в отношении Собственно, любой другой ответственности Здесь есть три вида ответственности Но в сфере информации В основном это гражданско-правовая Когда пациент может обратиться К медицинской организации С исковым заявлением С требованием, с указанием на факт нарушения Сведений, разглашения Сведений, составляющих врачебную тайну И требованием возмещения морального вреда Про моральный вред мы с вами В прошлую нашу встречу разговаривали Механизм ровно такой же Либо, соответственно, обратиться с жалобой В прокуратуру Может быть возбуждено административное дело По факту обращения Оно будет рассмотрено И также судом Виновное лицо Либо непосредственно нарушившее лицо Либо руководитель организации Медицинской Будут привлечены к административной ответственности Так что, уважаемые коллеги Вот всегда помним Я много буду говорить опять Про обязательства сегодня И медицинских работников И в данном случае немедицинских И всегда-всегда Вот эта обязанность исполнять Обеспечивается необходимостью Вернее, обеспечивается Возможностью ответственности Это вполне себе реальная угроза Поэтому, конечно, всегда надо стремиться Не нарушать принятые в силу профессии Обязательства И законам предусмотрены Права пациента Итак, уважаемые коллеги Говоря о пациентах Об информации про врачебную тайну Мы еще сегодня с вами поговорим Сейчас же я хочу Обратить ваше внимание Что процесс обмена информации Он обоюдный И, собственно, права и обязанности Есть у обеих сторон И у врача получать Хранить информацию полученную в тайне И у пациента есть тоже Право на информацию И вот это право на информацию Очень часто бывает Медицинскими работниками Нарушаемо Почему это происходит? На мой взгляд Вот по моим беседам С медицинскими работниками По моему личному пациентскому опыту По опыту общения С представителями правоохранительных органов Я прихожу к выводу Что медицинские работники Стараются Не передать лишней информации пациенту Руководствуясь тем Что чем меньше пациент знает Тем больше, собственно, тем меньше вероятность Обращения его с жалобами Поступления от него каких-то претензий То есть нет информации Нет у него сведений Ну и ни с чем, собственно, ему Не на что ему возражать Вот с таких Из некой такой охранительской функции Медицинские работники Очень часто, очень не хотят Выдавать копии медицинской документации Вообще-то как-то отвечать на вопросы пациента Отказываются, например Ну, казалось бы, что проще Да, все мы с телефонами У всех есть камеры Пациент просит сфотографировать свои анализы Очень часто, например Или информированное согласие Вот у меня есть коллега Которая, ну, очень любит Ну, в том числе тут и с точки зрения профессиональной Нам полезно, да, оценивать эти документы Про информированное согласие Еще поговорим И вот свое согласие, как правило, дается же пациенту В одном экземпляре Вот нам его дают почитать В лучшем случае, в худшем нам просят Немедленно его подписать И забирают На руках пациента информированного согласия Не остается А, в общем, почему бы нам его не иметь Это часть медицинской документации На которую пациента, как я вам сейчас расскажу Есть право Поэтому, казалось бы, что проще Взял телефон, камеру и сфотографировал Это же меня касается документ Не какого-то другого человека Мой Часто очень сталкиваемся с отказом Часто с немотивированным отказом И, уважаемые коллеги, это отказ неправомерный Пациенту нужно это разрешать Если вы не хотите Вот в таком, как бы, простом И вызывающем наименьшее сопротивление Ключи общаться с пациентом То есть, конечно же, у нас И административные регламенты Предусмотренные порядками Оказания медицинской помощи Утвержденные Минздравами И сегодня я Минздравом Российской Федерации Я сегодня вам их тоже назову Там вы можете посмотреть регламент Официального документа оборота Который с пациентом, в общем, надлежит осуществлять Но еще раз хочу сказать Что неформально Это не нарушает, собственно, никаких норм Разрешить сфотографировать Или сделать ксерокопию Копию какого-то там документа Относящегося непосредственно к пациенту Вы можете И, собственно, здесь можно не тянуть Не выдерживать сроков и регламентов Которые предусмотрены порядками Итак, уважаемые коллеги Статья 22 закона Называется информация о состоянии здоровья В соответствии с данной статьей Каждый пациент имеет право Получить в доступной для него форме Имеющуюся в медицинской организации Информацию о состоянии своего здоровья В том числе следующие сведения О результатах медицинского обследования О наличии заболевания Об установленном диагнозе И о прогнозе развития заболевания О методах оказания медицинской помощи Связанном с ними риски О возможных видах медицинского вмешательства Его последствиях и результатах Оказания медицинской помощи То есть те из вас, которые, например, Сталкивались с требованиями К информированному добровольному согласию Могут уже сейчас до того, как мы к нему перейдем Сделать выводы, что, собственно, Это происходит, вот здесь перечислено Наполнение информированного добровольного согласия То есть здесь нас тоже законодатель замыкает Пациент имеет право знать И о результатах обследования И о наличии заболевания И о диагнозе И о методах оказания и рисках И мы, как медицинская организация Как медицинские работники До оказания медицинской помощи Обязаны предупредить пациента Вообще о том, что, какое лечение он будет Или обследование получать И получить его на это согласие То есть вот это вот завязаны друг на друга Два фактора, два обязательства Получить информированные согласия И предоставить информацию Если пациент ее просит Информация о состоянии здоровья Предоставляется пациенту Лично лечащим врачом Или другими медицинскими работниками Принимающими непосредственное участие В медицинском обследовании и лечении Вот этот момент также увязан На сохранение врачебной тайны То есть, уважаемые коллеги Вы должны понимать Что с вашей коллегой Например, церапевтом По соседнему кабинету Своего пациента Вот как пациента С указанием фамилии Его непосредственных диагнозов Его истории Предшествующие заболеванию Вы обсуждать не можете Это же ведь тоже запрещено То есть, статья 13 Вспомним ее Она нам о чем говорит О том, что все сведения для всех За исключением случаев Которые мы с вами проговорим То есть, вот, а бы как Или там прям такой случай интересный Или там соседка пришла Почему бы не обсудить Ну так, дело-то житейское Казалось бы, всем судачам Но вот судачить на работе О пациентах И о сведениях Вставляющих врачебную тайну Нельзя, это запрещено Вот это вот тоже нужно помнить Особенно здесь, конечно Происходят нарушения В небольших В небольших населенных пунктах В небольших городках Где все друг друга знают И вообще не считают возможным Это вот к вопросу об этике Не считают возможным Как-то что-то хранить Ну, привыкли так разговаривать Все же знакомы Но здесь мы вот как врачи Должны помнить Что наша профессия Обязывает И немедицинских работников Которые участвуют Собственно В получении сведений Обязывает профессия Хранить молчание Для всех Кроме пациентов И кроме случаев Которые мы с вами Сегодня будем проговаривать Также хочу сказать Сразу о доступной форме Когда я читала Такую же подобную лекцию Для педиатров Для участковых педиатров От них поступил вопрос Может быть у вас тоже Встречались аналогичные ситуации Это были педиатры Московской области Они достаточно хорошо Оснащены средствами Всевозможными У них есть планшеты У большинства пациентов Заведены электронные карты И собственно Вот этот учет Документ оборот Ведется врачом Через планшет Через электронные средства связи И вопрос был в следующем Обязана ли я Значит помимо того Что я делаю в карту В электронном виде назначения Обязана ли я Написать это все на бумаге Вот у меня например Пациент просит написать Поскольку у нас закон говорит В доступной для пациента форме Из этого следует Что да Если вас пациент просит И говорит По каким-то там причинам В силу возраста Невозможности пользоваться Гаджетами Еще по каким-то причинам Просто ему удобнее Вот на бумаге И он вас об этом просит Здесь к сожалению Нужно будет сделать Двойную работу И написать ему Собственно Либо распечатать И выдать Потому что еще раз Это право А право у нас Обеспечивается Возможной ответственностью Итак Уважаемые коллеги Надеть их Останавливаться не буду Я так понимаю Мы в основном Работаем с вами Со взрослыми Да Для несовершеннолетних Детей в возрасте До 15 лет Собственно Вся информация Предоставляется Законным представителям Немного скажу Законными представителями Уверена Что знаете Кто являются Но проговорю Законные представители У нас Это исключительно Родители Папа и мама Ребенка Ни бабушка Ни дедушка Других законных Представителей Их у ребенка Нет Еще могут быть В отсутствии Родители Усыновители Либо опекуны Попечители Опекуны Попечители Могут быть В отношении Лиц Взрослых Старшего возраста Все остальные Близкие родственники Дальние родственники Являются родственниками И не могут Но они являются Законными представителями Всем остальным Нужно дополнительное Разрешение На получение информации Таким образом Уважаемые коллеги Да Вот говорила Предоставление информации Про устное Проговорили мы с вами Какие же у нас Есть порядки Минздравом Утвержден порядок Ознакомления пациента Либо его законного Представителя Так он называет Этот порядок С медицинской документацией Отражающей Состояние здоровья Пациента Он утвержден Приказом Минздрава России Довольно свежие Это все приказы Приказ этот От 12 ноября 2021 года Он имеет номер 1050Н Если нужно будет Да вот К сожалению Слайды С наименованием Порядков Я для вас Не подготовила Но если это Необходимо будет Я тогда попрошу Чтобы в чате Номера приказов По крайней мере С датами Указали Чтобы вы смогли Ознакомиться Если вдруг Не знаете Что значит Кроме этого И уважаемые коллеги Еще раз хочу Обратить внимание То есть у нас Вот это требование Пожелание пациента Получить информацию Поговорить об этом О состоянии Своего здоровья Получить копию документов В некоторых случаях Пациент При переходе Например Из одной медицинской Организации В другую Когда открепляется От одной поликлиники Переходит в другую Он там может получить Оригиналы Медицинской документации То есть вот этими Порядками Которые мы с вами Проговорим Там регламентирован Когда дается Оригинал документации Когда копия Как происходит Движение При переходе Пациента С одного участка На другой Медицинской документации Там все это описано Мы на этом Останавливаться не будем Здесь у нас Министерство Отработало Все Я думаю Что на самом деле Вы знакомы С алгоритмом действий Я же хочу сказать Что пациент Здесь вправе Пациент вправе А у вас есть обязанность И собственно Эту обязанность Исполняем Стараемся И порядки И нормы Эти выполнять Общий срок Предоставления информации Вот по этому порядку 30 дней Он там делается По запросу Запрос может быть И Можно запросить пациента И в электронной форме Получения документов Здесь Уже собственно Возможны Варианты Что еще я хочу На что хочу Уважаемые коллеги Обратить ваше внимание Значит Что Вообще Вот этот режим Информации Врачебной тайны Предоставления информации Он у нас Предусмотрен Не только Статьей 13 Статьей 22 Он у нас указан Вернемся Я верну сама себя К медицинским работникам Он у нас предусмотрен В принципах Оказания медицинской помощи Охрана врачебной тайны Предусмотрена Статьей 4 Закона Где собственно У нас перечислены Все основные принципы Это предусмотрена Статьей 19 Закона Где перечислены Права пациентов И там указано Право пациента На охрану врачебной тайны И на предоставление ему Медицинскими работниками Информации И вот дополнительно Для медицинских работников У нас есть Статья 73 Которая напрямую Еще раз Помимо статьи 13 Непосредственно Медицинских работников Обязывает Сохранять Врачебную тайну Итак Какие у нас Еще есть порядки Также утвержден Минздравом Порядок выдачи Медицинскими организациями Справок И медицинских заключений Утвержден Приказом Минздрава России От 14 Сентября 2020 Года Номер порядка 972 Н Это справки Заключения 972 Н Еще один порядок Порядок и сроки Предоставления Медицинскими Медицинских документов Их копий И выписок из них Утвержден Также приказом Минздрава От 31 июля 2020 года Приказ номер 789 Н 789 Н Уважаемые коллеги Повторю Что если надо Я вот Порядки перечислю В чате Ну либо вы всегда Можете прослушать Еще нашу сегодняшнюю Лекцию Отмотать Послушать О чем мы с вами Говорим Уважаемые коллеги Бывают случаи Когда Пациент Не хочет знать Свой диагноз Не Не хочет Ничего Знать О своем Здоровье Это как правило Случаи Когда Касаются Тяжких Заболеваний Тяжких Онкологических Прочих Которые Предполагают И которым Логично Ожидать Наступление Летального Исхода Пациент боится Пугается И случаи Такие есть Когда Отказывается От получения Информации Как быть В таких Случаах Законом Это также Регламентировано Той же самой Статью 22 Она говорит Нам следующее В случае Информации О состоянии Здоровья Не может быть Предоставлена Пациенту Против его Воли То есть Вы должны Его спросить Хотите ли вы Знать ваш диагноз Вот мне он известен Да Вот я хочу Рассказать вам О состоянии Вашего здоровья И если вы Получаете Отказ То пациенту Вы эту информацию Не предоставляете Но кому Вы должны Ее предоставить В случае Неблагоприятного Прогноза Развитие Заболевания Информация Должна Сообщаться В деликатной Форме Гражданину Или его Супругу Супруге Одному Из близких Родственников Близкими Родственники Являются Дети Родители Усыновленные Усыновители Родные Братья Родные Сестры Внуки Дедушки Бабушки Или вот кому-то Из этих лиц Если пациент Не запретил Сообщать им Об этом Или не определил Иное лицо Которому должна быть Передана такая информация Вот информация О лицах Которая может быть Предоставлена Информация О состоянии Здоровья Она у нас Отражается В информированных Добровольных Согласиях И вот сегодня Мы про ИДС Будем немного Говорить И в утвержденных Минздравом Формах По-моему Внесли изменения Внесли эту строку О лице Которому может быть Предоставлена Информация О состоянии здоровья Помимо пациента И те формы Которые Я сейчас Думаю Что не раскрою Секрет Поля Шинеля Что большую часть форм Необходимо разрабатывать Под разные случаи Необходимо разрабатывать Самой медицинской Организацией Потому что Обязанность Получить информированное Добровольное согласие От пациента На любое Медицинское Вменьшательство У нас есть А формы Разработаны Министерством И утверждены Далеко не все Только по первичной Медико-санитарной Помощи И еще В нескольких Буквально случаях Во всех остальных Разрабатываются Непосредственно Медицинскими Организациями И вот в этих формах Вам, уважаемые коллеги Нужно сразу Предусмотреть Строку Графу Куда пациент Впишет лицо Которому Он согласен Предоставить информацию О своем здоровье Помимо него Самого Итак, уважаемые коллеги Теперь мы Наконец-то с вами Вернемся К врачебной тайне И к тем слайдам Которые По вашей просьбе На самом деле Уважаемые коллеги Значит И благодаря дизайнерам Подготовлены Вы видите Первый слайд Здесь Перечислены Положения Статьи Части 4 Статьи 13 Случа Разглашения Врачебной тайны Без согласия Гражданина Таких случаев Ровно 10 Я сейчас Значит Вы сможете Посмотреть Первые Первые 4 И дальше Мы с вами Двинемся По списку Таких случаев Ровно 10 Это исчерпывающий Перечень Он подлежит Расширению Только в случае Внесения изменений Непосредственно В закон Никакому другому Расширительному Толкованию И вообще Дополнению Он в ином порядке Не подлежит Только через Внесение изменений В закон Об основах Охраны здоровья Граждан Значит Вы видите Не буду на это Тратить много времени В каких случаях У нас происходит Без согласия Без получения От пациента Письменного согласия Передачи Пациента В отношении Часть этого порядка Здрава Гематомы Иные признаки Продублирован Поясню И достаточно Безусторонние соглашения Эти соглашения Эти соглашения Безусторонние 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 Информирование Обмен Безусторонние Данные Это все Помимо имени И отчества Вот имя Отчества Человека Вообще Не является Персональными Данными Фамилия Имя Отчества Это уже Персональные Данные Чем больше сведений, тем больше. Соответственно, расширяется круг предоставленных в их персональных данных. Не говоря там наши ИНН, паспортные данные, сведения о прописке, о месте жительства и прочее-прочее, о платёжных документах, прочее, это всё относится к персональным данным. Обмена получения этой информации, даже при оказании медицинской помощи, мы тут, понимаете, становимся заложником. Мы же не просто осматриваем пациента, он у нас заполняет карту, он подписывает согласие, он предоставляет нам свои персональные данные. А поскольку неприравнена врачебная тайна к получению персональных данных, в этом смысле законы как бы не завязаны друг на друга, то поэтому мы вынуждены брать ещё из пациентов согласие на обработку персональных данных, которые включают получение, хранение, распространение, потому что даже передать сведения по стат отчётности, например, да, либо в другую медицинскую организацию о пациенте, происходит передача не только раскрытия врачебной тайны, но и передача персональных данных. Поэтому, конечно, мы вынуждены согласие на получение персональных данных получать. И вот даже здесь, наверное, скажу такую крамольную вещь, по факту невозможно оказание медицинской помощи без получения согласия на обработку персональных данных. Поэтому пациенты часто, наверное, ну, я знаю об этом, согласны подписать информированное добровольное согласие, но не согласны подписать согласие на обработку персональных данных. Нужно объяснять, что одно без другого, к сожалению, невозможно. К сожалению, вот мы можем приступить к оказанию медицинской помощи, когда вот только все вот эти документы будут подписаны. Вот вынуждены вот таким образом, уважаемые коллеги, выходить из положения и соблюдать законодательство. И третье, десятое, вернее, да, в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской помощи. Здесь я хочу сказать немного о нашумевшем приказе Департамента здравоохранения города Москвы. Я думаю, что все о нем знают. Это вот такой московский опыт. Да, значит, вот 20 декабря 2023 года, номер 1241, приказ Департамента здравоохранения города Москвы. В него были внесены 24 января 2024 года изменения. Как метку очень окрестили наши медицинские работники, этот приказ, приказ о прослушке, так сказать. Ну, не прослушке, но о том, что ведется аудио, значит, в медицинских организациях. Ну, что я процитирую, да. Пунктом первым этого приказа указано внедрить проведение аудиоконтроля амбулаторного приема врача во всех медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению. За исключением учреждений здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю стоматологии и гинекологии, в том числе в женских консультациях. То есть это вот единственное исключение, которое вот в январе как раз-таки были внесены, поскольку такую большую, в общем, шумиху вызвал приказ прокуратура по требованию одного из депутатов, значит, прокуратура города Москвы проверяла данный приказ на соблюдение законности. Прокуратура не усмотрела нарушение закона. Я тут, в общем-то, с формальной точки зрения соглашусь с прокуратурой, я тоже не усматриваю. Если будет соблюдаться требование о сохранении врачебной тайны, требование о сохранении персональных данных, о ведении вот этих электронных систем, то здесь никаких нарушений нет. А уж если вот они, не дай бог, соблюдаться не будут, то здесь, конечно, нарушения и разглашения, всё это печальная очень для пациента будет история, потому что никто, не зря в принципе появилось понятие врачебной тайны и столько к ней внимания. Никто из нас, будучи пациентом, не горит желание оповестить весь мир о своих проблемах, своих болезнях и вообще о том, что находимся мы на лечении, обращаемся за медицинской помощью. Поэтому, конечно, он вызывает двойственные чувства. Но вот в целях, вот именно, вот видите, пункты десятого, в целях осуществления контроля качества делает это город Москва, Департамент здравоохранения города Москвы. Я бы здесь по-другому, например, пути пошла. Мне здесь больше интересует обеспечение, например, что вот эта мера, она может обеспечить права и пациента, и медицинского работника на, например, культурное поведение в отношении друг друга. Вот о чём вы меня спрашивали в прошлый раз. Как быть, если пациент грубо себя ведёт, плохо себя ведёт, оскорбляет? И вот наличие как раз-таки и информации о том, что ведётся запись, оно, в общем, таким вот является фактором, сдерживающим агрессию как с одной, так и с другой стороны. И с точки зрения, когда вот пациенты тоже жалуются, что там доктор был груб, либо там не делал то, что просил, делается, на что имеет право. Здесь тоже, в общем-то, в таких случаях можно было бы изымать записи, проверять, и это было бы доказательством правомерного либо неправомерного поведения. Но приказы зано в других целях. Там, по-моему, срок хранения вот этой информации, по-моему, месяц срок хранения, если я не ошибаюсь. То есть она недолго хранится, но это и не мудрено, потому что записывается всё. Это нужны большие мощности для того, чтобы хранить столько информации, много людей и прочее. То есть это, так ещё, наверное, экономически не вполне обоснованно. Но опыт такой есть. И опыт, как вот мы видим, уважаемые коллеги, вполне себе законный. Презентация, то есть, прошу прощения, не презентация, слайды. Я думаю, что если они кому-то нужны, организаторы смогут предоставить. Они не являются тайной, в отличие от врачебной. И, собственно, я не против, если вы будете ими пользоваться. Врачебные тайны. Уважаемые коллеги, про смерть сегодня говорили. Значит, до 14 января 2020 года. Сведения, значит, составляющие врачебную тайну, был прямой запрет на разглашение их после смерти человека. То есть пациенту выдавался только вот посмертный эпикриз. Не пациенту пациенту умер, а родственникам пациента. Всё остальное было запрещено. Запрещено создавало очень много проблем. Потому что, например, родственники пациента говорят, дайте нам, покажите нам, как вы его лечили, пациент, что вы ему делали. Вот он умер, а вдруг вы его не так лечили. Говорю бытовым простым языком, ситуации были частые. А врач, главный врач справедливо отказывает. Он говорит, нет, дать не могу, запрещено нам. Пациент не устраивает такой ответ совершенно. Он говорит, нет, это вы просто мне не хотите ничего предоставить. Вы там его как-то лечили, значит, неверно. А теперь ещё и скрываете. И ничего не даёте мне, и пойду-ка я в Следственный комитет. И это прямо был, знаете, такой рабочий алгоритм. Люди шли, писали заявления. Следственные органы и правоохранительные, то есть полиция и Следственный комитет по факту смерти на основании заявления они делают проверку. Да, они изымают у вас документацию. Вот предусмотрен один из таких случаев в 10 пунктов, пункта 4 статьи 13, когда вы обязаны предоставить в ходе расследования документацию. Экспертиза делается. То есть запускается вот этот большой маховик проверки правомерности оказания медицинской помощи медицинской организации непосредственно медицинскими работниками. И всё это из-за отказа предоставить посмертно документацию. Мы очень прям старались внести изменения в статью 13 закона. Были у нас такие инициативы, но Минздрав был категорически против. Вероника Игоревна Скворцова, её личная позиция была, она была против расширения действия статьи 13. Но тем не менее, смотря на такую позицию Минздрава, изменения в закон всё же были внесены. Вот в 2020 году случился перелом, в результате чего одна гражданка вот в подобной ситуации, ситуации примерно такой, как я вам сейчас рассказывала, она обратилась в Конституционный суд с требованием проверить конституционность вот этой нормы статьи 13 о запрете предоставлять сведения посмертно. Конституционным судом была рассмотрена жалоба, проанализирована законодательство, и он пришёл к выводу о нарушении прав. Постановления Конституционного суда у нас вступают в силу немедленно. То есть вот 13 января 2020 года случилось заседание Конституционного суда по рассмотрению этой жалобы. Было вынесено постановление, и уже с 14 января, в общем, требование о предоставлении 2020 года, требование о предоставлении близким родственникам пациента сведений, вставляющих в врачебную тайну после смерти пациента, вступило в силу. Изменения в закон были внесены чуть позже, они внесены и в статью 13, и в статью 22 предоставления информации, и в статью 20, касающиеся информированного добровольного согласия. И, в общем, с этого момента после смерти сведения предоставляются. Как они предоставляются? Давайте, если вдруг вы не знаете, я вам сейчас расскажу. Итак, после смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, супругу, супруге, близким родственникам, к которым относятся дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушки, бабушки. Либо иным лицам, указанным гражданином или его законным представительным, в письменном согласии на разглашающем сведения, составляющие врачебную тайну, или в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если гражданин или его законный представитель не запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. То есть какой здесь порядок? По общему правилу, сведения после смерти предоставляются по запросу супруга, либо одного из близких родственников, ни одного, любого из близких родственников, которых я перечислила. То есть вот придет, будет у человека две сестры, три брата, каждый из них придет запросить документацию, обязан предоставить. Закон у нас не ограничивает. Любые из перечисленных близких родственников могут запросить эту документацию. Вы обязаны предоставить. Причем эти лица не должны быть. То есть в силу закона они имеют право получить эту информацию. В силу статьи 13 закона и выступившего в силу постановления Конституционного суда. Если же пациент указал дополнительным в информированном добровольном согласии, либо в специальном документе можно сделать отдельную форму документа. Здесь тоже нам Министерство предоставляет свободу воли, так сказать. Можно разработать такую форму документа, как письменное согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну после смерти. Но здесь этический момент, уважаемые коллеги. Не по каждому заболеванию можно такие согласия получать от пациента. Сейчас про ЭДС в оставшееся время с вами поговорим, что туда обязательно включается, что не включается, и почему нельзя включить по поводу насморка вообще все возможные случаи, включая летальный исход. Так вот, да, либо разработать отдельную форму на такие случаи, куда пациент может вписать, не обязательно, может кого-то из друзей, наоборот, не хочет, чтобы близкие родственники знали, или там нет уже близких родственников, кого-то из друзей, из знакомых. Это воля пациента указать того, кого он хочет указать, кому сведения будут предоставлены. Опять же, у нас закон говорит о том, что если пациент не запретил, то есть, в принципе, пациент может оставить бумагу, в которой написать, хоть даже от руки. Я такой-то запрещаю предоставление сведений о состоянии моего здоровья после моей смерти всем. И вот если у вас такой документ будет, форму тоже можно разработать, потому что Минздрав у нас пока не обеспокоился такой формой и реестром. По-хорошему должен быть реестр, конечно, вот таких отказов, потому что пациент за свою жизнь может лечиться в разных медицинских организациях, а смерть может застегнуть внезапно вообще где-то в третьем месте. И, конечно, по-хорошему должен быть реестр, к которому в случае смерти могут медицинские работники, медицинские организации обращаться и, собственно, проверять, чтобы совсем следовать букве закона. Вот так, уважаемые коллеги. Еще раз, теперь после смерти сведения предоставляются по запросу родственников, если нет запрета от умершего пациента, либо они предоставляются тому лицу, которое указали в информированном добровольном согласии, либо вот в специальном разрешении. Уважаемые коллеги, информированное и добровольное согласие. Статья 20 закона. Достаточно такая тоже большая статья. Предусмотрены в ней случаи, когда не берется информированное добровольное согласие. Предусмотрено в ней, что пациент может отказаться от медицинского вмешательства. Но главное и основное – оказание медицинской помощи без предварительного согласия пациента у нас невозможно. Оно законом запрещено. Поэтому информированное добровольное согласие – это первое, что подписывается у пациента. Когда пациент у нас, значит, встает не на учет, как правильно сказать, простите мне мою косноязычность, когда мы прикрепляемся к участковой поликлинике, к участковой больнице. Вот это прикрепление автоматически мы при прикреплении подписываем сразу пакет согласий на основные медицинские вмешательства. Это формы, разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Они есть в каждой поликлинике. Мы их подписываем. Когда пациент приходит, прикрепляется к другой медицинской организации, при новом подкреплении, вот для новой он тоже подписывает. Все, что не охвачено вот этими формами, на вот эти виды вмешательства, все другие виды медицинских вмешательств, предусмотренные номенклатурой, то, что вы делаете пациенту, требуют подписания отдельного ИДС. Поэтому, помимо того, вот, например, на рентген, на МРТ, на хирургические вмешательства, совершенно точно, на целый ряд вмешательств, которые не подпадают под стандартный набор ИДС, вы, ваша медицинская организация, должна разработать форму, исходя из статьи 20-й закона, и, собственно, у пациента ее до оказания медицинской помощи подписывать. Потому что, если он вам ИДС не подписал, вы его лечить, помощь ему медицинскую оказывать не можете. И ему это нужно объяснять. Пациент может этого не знать. Он может прийти и сказать, лечиться хочу, бумажки ваши подписывать не хочу. И тогда вот ему подробно, спокойно нужно объяснить, что иначе невозможно, что только вот таким образом. Если же он продолжает настаивать на том, что он не будет подписывать информированное добровольное согласие, тогда вам нужно подписать у него отказ от медицинского вмешательства. Значит, случаи, когда, как быть, знаю, что не во всех медицинских организациях утверждено, это внутренними приказами утверждается, значит, алгоритм действия при отказе пациента от подписания информированного добровольного согласия. Вот для таких случаев во многих медицинских организациях есть. Очень многие, значит, территориальные, Росздравнадзоры, также разработали алгоритмы, утвердили документы по как поступать в медицинскую организацию медицинскому работнику, когда пациент отказывается от подписания, как быть, что делать, куда звонить. Но для тех, кто не обладает такой информацией, или, может быть, не разработанной медицинской организацией, моей коллегой Оксаной Юрьевной Александровой разработан был достаточно давно вот такой примерный алгоритм действий в случае отказа пациента. Я могу дополнительно останавливаться на нем, не буду, он довольно понятный, подробный, пунктов у него немного. Да, вот это все применимо к дееспособному взрослому пациенту, совершеннолетнему, с детьми немножко иначе, с недееспособными гражданами тоже. А вот, значит, основной наших костяк, да, совершеннолетние граждане, совершеннолетние пациенты, дееспособные, неограниченные в дееспособности, вдруг, если отказывают, вот примерно таким алгоритмом можно пользоваться. У вас также должны быть разработаны отказы от подписания информированного добровольного согласия. Также вы должны в нем предусмотреть, что вы обо всем, вот вы все проговорили пациенту, последствия отказа от подписания и от медицинского вмешательства для его здоровья. Отказ желательно подписывать коллегиально, то есть подписывает его пациент и также фиксируется отказ лечащим врачом и в идеале кем-то из администрации. Если пациент отписывает, бывает и такое, он отказывается подписывать все, он ничего не хочет подписывать, вы тогда, здесь нужно запастись терпением, объясняете ему, что вы здесь, люди подневольные, вы обязаны его лечить, но вы обязаны лечить его в том случае, если он оформит документы. Вот он отказывается у вас и согласие подписывать, и отказ от согласия подписывать, но вы должны в таком случае себя обезопасить, потому что это нарушение, и не оказывать медицинскую помощь нарушение, а оказывать ее без согласия нарушение. И последствия могут быть очень серьезные. Тогда проговорите, что если он не хочет ничего писать, в общем, возможно, введение видеофиксации, видео протокола, вот тогда на видеокамеру, вы прямо проговариваете все, указываете день, дату, время, обстоятельства, при которых вы проводите эту запись, называете пациента, называете себя, приглашаете также кого-то из администрации, и то, что вы фиксируете вот этой видеозаписью, что пациент конкретный отказывается от подписания информированного добровольного согласия на такое-то медицинское вмешательство, отказывается от подписания отказа от медицинского, от подписания информированного добровольного согласия. И вот вы это фиксируете. Фиксируете, храните все у себя. Режимы секретности, врачебные тайны, сохранение все это к этому применимо, но таким образом вы себя обезопасите от того, от претензий, во-первых, что вы его, например, не пролечили, а у нас это в том числе уголовно наказуемое деяние, не оказание медицинской помощи, ну, если оно повлекло неблагоприятные последствия для пациента. Оказание, значит, медицинской помощи без получения согласия информированного добровольного, это тоже нарушение, это нарушение критерий в качестве оказания медицинской помощи и всего остального. Это тоже к вопросу ответственности, о которой мы говорили с вами в прошлую нашу встречу. Поэтому, уважаемые коллеги, ИДС, документ очень важный. Что важно еще для пациента? Конечно, в условиях дефицита приема и 13 минут, отведенных на прием, здесь сложно, но, как правило, 13 минут они предусмотрены для тех ИДС, которые у нас утверждены Минздравом, которые пациент подписал прямо автоматически, не глядя. Для всех остальных все же у медицинского работника больше времени. Поэтому, пожалуйста, проговаривайте с пациентом про вмешательство, про вмешательство, про последствия. Про реальные, ожидаемые последствия. То есть не может здесь, если у вас, вот Антонина Юрьевича Прова, которая будет читать у вас две следующие интереснейшие лекции, вот она очень часто любит этот пример, она говорит, что, приходя удалять зуб, я не согласна и не подписываюсь под то, что я могу умереть после этого в результате того, что у меня был удален зуб. И так касается очень много чего. Не так много медицинских вмешательств, логичным продолжением и реальной возможностью которых является наступление смерти. Поэтому смерть прописывать в любом элементарном ИДС, на то же самое, я не знаю, на проведении исследований МРТ, не то, что не нужно, это бы нельзя делать. То есть объем ИДС должен быть адекватен тому вмешательству, которое у пациента предполагается. В чем еще, собственно, наши информированные добровольные согласия, те формы, которые, как правило, используются и которые разработаны Минздравом, и которые, как правило, используются и разрабатываются медицинскими организациями, что мне в них, как правило, не нравится. Помимо излишнего объема довольно часто в таких согласиях, довольно часто там, например, совершенно не расписываются риски, а это обязанность. То есть у нас закон говорит, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина на медицинское вмешательство на основании, предоставленной медицинским работникам в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риски, возможных вариантах медицинского вмешательства, его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. То есть, по-хорошему, все вот это в ЭДС должно быть расписано. А у нас информированное добровольное согласие выглядит следующим образом. Информированное добровольное согласие такого-то, о том, что ему предоставлена информация о целях, методах, рисках и последствиях. То есть, не расписаны ни цели, ни методы, ни риски. Особенно это критично для серьезных медицинских вмешательств. Вот я прям призываю вас, уважаемые коллеги, это защитит вас в случаях, когда произойдет что-то непоправимое возможное, либо все-таки какие-то негативные последствия для здоровья пациента после медицинского вмешательства, даже если вы все хорошо сделали, окажется такое, что же возможно. Деятельность медицинская, связанная с риском, это никто не оспаривает. Поэтому это защищает вас. Вот чем подробнее будет ЭДС, чем больше в нем было расписано и пациент это прочитал и после этого подписал, тем лучше для всех, для пациента и для медицинского работника. Потому что информированное добровольное согласие, тоже, как говорит моя очень уважаемая коллега Ирина Ивановна Наделяева, информированное добровольное согласие это не документ, это процесс. Процесс обсуждения и подписания документа о грядущем медицинском вмешательстве. Поэтому к нему очень большое внимание, поэтому собственно мы так много и времени сегодня с вами посвящаем этому, в том числе и отказом от медицинского вмешательства. Еще если вы не против я немного выйду буквально минут пять за тот объем времени, который мне организаторами любезно предоставлен, чтобы сказать вам, что в статье 20 также предусмотрены случаи, когда вы можете не брать информированное добровольное согласие у пациента. Это те случаи, когда он находится, когда он собственно не в сознании, а ему требуется оказание медицинской помощи, ну вы прямо просто прочитаете это в пункте 9, все указано, если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, если его состояние не позволяет выразить свою волю и отсутствуют законы представителя в отношении детей, в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния и преступления при проведении судебно-медицинской экспертизы и судебно-психиатрической экспертизы, при оказании палеотивной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель. Ну, в итоге я перечислила вам все случаи, это тоже исчерпывающий перечень, но разными лицами принимается решение, да, то есть тут оказать вот в таких случаях медицинскую помощь без подписания ИДС можно, но разными лицами принимаются решения, где-то врачебные комиссии принимают решения, но вот недавно были внесены изменения в этот, по-моему, даже в конце 23-го года в статью 20-ю в части оказания медицинской помощи по экстренным показаниям, да, то есть вот скорой медицинской помощи разрешили, ну, это и раньше можно было, но законодательно закрепили, что сам врач принимает решение, врач скорой медицинской помощи, когда у него вот такой пациент, он принимает решение оказать медицинскую помощь без, соответственно, подписания информированного добровольного согласия, но вы все эти случаи фиксируете, вообще, чем больше вы заполняете медицинскую документацию, тем больше вы себя обезопасили, вот про это тоже надо помнить, я, правда, как пациент видела только электронную, значит, медицинскую карту, я не знаю, какие возможности у врача, не знаю, может быть, кто-то из вас сможет мне показать, как с другой стороны выглядит заполнение электронной медицинской карты, есть ли у вас возможность внесения дополнительных каких-то сведений, желательно, чтобы она была, эта возможность, потому что, опять-таки, чем больше вы там отразили, тем безопаснее для вас. Уважаемые коллеги, обещала рассказать про пример, один пример приведу вот в самом конце, да, касающийся, значит, разглашения, ответственности за разглашение врачебной тайны. Не так давно, по-моему, прошлогодний пример к административной ответственности была привлечена акушерка, было установлено, что во время работы через социальные сети акушерка переслала третьему лицу сведения, оставляющие врачебную тайну пациентки. Согласен, такую переписку пациентка не давала. Факт был установлен, то есть, это вскрылось, выяснилось, была привлечена к административной ответственности, был наложен штраф и администрация медицинской организации, в которой работал медицинский работник данной, также привлекала, привлек ее к дисциплинарной ответственности. То есть, медицинская организация тоже может наказать своего сотрудника. Много исков в судах, ну как, много в разрезе, в принципе, значит, исков пациентов, их не так много, касающихся врачебной тайны, но они есть. Иски о взыскании морального вреда за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, есть. Когда вот в общем порядке, в таком порядке, как мы с вами проговаривали в прошлую нашу встречу пациенты требуют, показывают факт нарушения врачебной тайны и требуют компенсировать моральный вред. Удовлетворяют. Да, раньше еще были вот жалобы на то, что, собственно, после смерти не предоставляют сведения, но сейчас это разрешено. Так на отказы тоже жаловались. Не только в Следственный комитет жаловались медицинские работники, но вот и через суд пытались таким образом защитить свои права. Уважаемые коллеги, я закончила свою основную часть. У меня есть планшет, в котором есть вопросы. Если вы не против, я перейду к вопросам. Так, значит, возможно ли передача по доверенности нотариально заверенной прав на подписание ИДС родителями ребенка недостигшего возраста 15 лет другим лицам? Вот вообще с ИДС и доверенностями здесь у нас большая проблема. С одной стороны, у нас по доверенности права на ребенка передать нельзя. С другой стороны, все мы, значит, у кого есть дети, сами были детьми, знакомые есть дети, мы все знаем, что для того, чтобы, например, ребенок куда-то съездил не с родителями или с одним из родителей, нужно согласие, например, если ребенок с преподавателем на экскурсию, либо с одним из родителей отдыхать, от другого родителей, либо от обоих родителей, нужно нотариально их часто называют доверенностью, но это согласие на выезд ребенка. Вообще, по сути, если говорить о правовой природе, значит, этого согласия, ну, это вот форма доверенности на самом деле. То есть мы указываем, вот такому-то лицу я разрешаю моего ребенка туда-то вывезти. Но в отношении медицинской помощи такого не предусмотрено. Доверенность выдать нельзя. Но законный представитель ВДС другое лицо вписать может. Да, вот в информированное добровольное согласие помимо себя, вот я в отношении своего ребенка, например, в ВДС могу вписать там свою сестру, тетю ребенка или кого-то, кого сочту необходимым. Это возможно. А вообще вот доверенность на ребенка выдать нельзя. И здесь вот еще раз, раз уж про детей спросили, я просто не думала, что про детей будут вопросы. Думала, что в основном терапевты касаются взрослого населения пациентского. Значит, здесь вообще много возникает, конечно, по поводу детей. Ну, если вопросы будут, я буду, соответственно, отвечать. Так, если гражданин в СМИ разместил информацию о факте, не надлежащего оказания медицинских услуг, правомощно ли врачу, опираясь на эту информацию в соответствии со статьей 152.2 АГК, а именно пункт А1, не являются нарушением правил, установленных абзацем первонастоящего пункта сбор, хранение, распространение, использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле. Аргументированно возражать пациенту и защищать свое доброе имя или это все же будет считаться разглашением врачебной тайны. Да, если вам пациент согласия не дал, вы не можете. Сам он о себе писать может все, что угодно. О себе, о своих походах. Себя вы защитить можете, если он оскорбляет, порочит честь, достоинство, деловую репутацию. У нас и в административном судопроизводстве у нас есть специально разработанные методические рекомендации для медицинских работников через органы прокуратуры. Пишите жалобы в органы прокуратуры о том, что вот пациент так себя вел. Вы пишите в СМИ, разместил, в социальных сетях, например, скрините, делаете скриншоты, предоставляете это, принимаете в качестве доказательств так же, как и переписка, и интернет-переписка, переписка в социальных сетях, переписка в мессенджерах тоже принимается. Доказываете, что вот вас так оскорбили, привлекают к ответственности. Себя так защитить можно. Разглашать его не может ни в коем случае, если только он сам вас... Сам он в отношении себя делает все, что угодно, все, что хочет. Вот про свое здоровье информацию предоставляет как угодно, а себя вы защищаете вот таким образом. Жалко, что за сокрытие информации пациентам о своем здоровье даже при обращении по данному поводу при сборе о нам ни за никакой ответственности пациент не несет. может быть жалко, да. У нас пациент вообще не предусмотрена ответственность для пациента за свое здоровье. Это правда так. Человек представляется родственником пациента или просто спрашивает о здоровье пациента, каким образом справочные службы в больнице должно осуществляться информирование о здоровье пациента по телефону. По телефону мы не можем предоставить. Мы не видим человека по телефону, он не может показать документ. Я знаю, что отказывают и отказывают правомерно, потому что, правда, факт об обращении за медицинской помощью является врачебной тайной, поэтому не можем лично прийти и в том случае, если в ВДС вписан этот человек, информацию предоставить можете. Да. Тут еще такой момент. Остановлюсь. Родственная связь тоже ведь тяжело проверить. Если это еще супруг, то у нас есть документ, подтверждающий наличие брачно-семейных отношений, свидетельство о браке называется, либо штамп в паспорте. Если это родители, то у них дети вписаны хотя бы в паспорта и есть свидетельство о рождении. А в отношении всех остальных, вот мы когда приказ, вернее, вносились изменения и в порядок предоставления информации вот в связи со смертью пациента, после смерти пациента, когда вот это расширительное толкование было дано возможности получения информации после смерти, значит, Минздрав, это Конституционный суд в своем постановлении указал близким родственникам. А вот кто относится к близким родственникам? Это уже потом в проекте внесения изменений в законы разрабатывало Министерство здравоохранения. Это министерство нам перечислило близких родственников, которых я называла, да, дети, внуки, значит, помимо супругов, бабушки, дедушки, усновленные, усновители. Министерство указало. Я, как мне казалось, задавала, и вообще от нас с медмалатом мы задавали такой совершенно логичный вопрос. А как медицинская организация будет проверять родственную связь? Ну, на основании каких документов? Как? Ну, министерство сказало, что вот к данному в общем случае такие детали не относятся, и поэтому мы не имеем разъяснений на этот счет. Поэтому я не знаю, как вам проверять, если честно. Есть способы, возможно, они довольно-таки сложные, да, проверить наличие родства, но это прям трудно. Вот помимо дети-родителя, всем остальным очень сложно. Как переслать медицинские документы между клиниками? Опекризы по мейлу, анализы по WhatsApp. Ну, конечно, не по мейлу, не по WhatsApp. Вы ничего слать не можете, вы должны слать по защищенным системам связи между клиниками. У вас должно осуществляться в специальных системах обмена информацией. Имеет ли право пациент вести запись на видео или аудио приемы врача? Тоже вот такой сложный, правда, вопрос, да. Единого мнения, единой позиции по нему нет. Прямо я даже скажу, диаметрально противоположное есть мнение. Часть, значит, большинство медиков считают, что пациент ничего такого не может, часть юристов считает, что может, часть юристов считает, что не может. Отдельного нормативного акта по этому поводу нет. Все анализируют просто объем законодательства, связанные с персональными данными, с врачебной тайной. Значит, Верховный суд тоже по этому поводу, ни в каком постановлении никак специально не высказался. То есть, здесь большое поле для разных мнений. Что могу сказать совершенно точно? Что отказать в оказании медицинской помощи на том основании, что пациент вас начал снимать, а вы против, вы не можете. Вот отсюда отталкиваемся, потому что тогда будут уже анализироваться ваши действия на предмет того, а почему вы не оказывали, насколько правомерно вы отказали в оказании медицинской помощи. Вот здесь нельзя. Я как предлагаю обычно в таких случаях, если ваша медицинская организация стоит на позиции, что мы не хотим разрешать пациенту съемку в помещениях медицинской организации, врачей, пациентов, мы хотим, то издайте внутренний локальный акт, приказ, разработайте положение о том, что ваша медицинская организация запрещена такая съемка, ознакомьте медицинских работников, персонал вашей медицинской организации с этим документом, развесьте таблички информационные для пациентов, чтобы для них это не было неожиданностью, чтобы они знали, как в музее. Съемка запрещена, фотографирование запрещено. Это будет иметь сдерживающий фактор. Он на 100% вас не обезопасит, но сдерживающим фактором выступит. Такой будет мой вам совет. Добрый день, подскажите, пожалуйста, имеет ли право врач медицинского центра отказать родственникам пациента присутствовать при консультации жене-мужу? Ну, вообще, если пациент просит, чтобы присутствовали, лучше разрешить жене-мужу. Да, особенно, наверное, это касается каких-то религиозных обрядовых вещей. Вот я знаю, представители, вернее, люди, исповедующие ислам, там часто очень бывает. Лучше не конфликтовать, если пациент просит, это пациент согласен, если, например, женщина согласна, чтобы он присутствовал, ее супруг, при осмотре, при приеме разрешите. Да. Ну, тоже отметить, что согласие, по просьбе и согласии пациента. Чем больше вы в своей медицинской документации, вернее, в медицинской документации пациента отразите ваших реальных действий, тем будет лучше. Так, подскажите, пожалуйста, имеет ли право врач медицинского центра запретить пациенту запись консультации на диктофон? Спасибо. Ну, здесь то же самое, что и с видеосвязью, да, то есть, если вот вы в своей, лучше прорешать это прямо вот в своей медицинской организации, что вы, например, все запрещаете, но опять-таки, если он сядет вас записывать, вот переставить заказывать ему медицинскую помощь, вести прием, вы не можете, поэтому по факту придется соглашаться таким образом. Если в информированном добровольном согласии указан только один человек, остальные родственники не имеют права на информацию о здоровье пациента. После смерти родственники близкие, вот эти перечисленные все имеют, даже если он ВДС написал кого-то другого. Вот они все имеют в силу закона после смерти и тот, кого он указал в ВДС, как лицо, которое после смерти может. При жизни только те, кого он указал в ВДС. Вот он вписал подругу или друга и не стал указывать никого из родственников, вы никому предоставить не можете, у вас только одно лицо вот указано и все, пусть разговаривают сами со своим родственником. Правда так, нет, не думайте, что я как-то шучу, но я по этому поводу это так, запрещаю. Обязан ли врач частного центра сообщать органам внутренних дел об обращении, да, это распространяется об обращении пациента по поводу черепно-мозковой травмы на первичное обращение и острый период травмы. Спасибо. Да, если это подпадает вот под эти вот пункты, которые мы с вами смотрели в порядке, да, по поводу травм, то вне зависимости от организационно-правовой формы все медицинские работники обязаны это делать, медицинские организации. Предоставление информации родственникам. Как родственник доказывает свое родство, если врач удостоверится о родстве этого человека? Но я уже сказала по этому поводу, что здесь проблемы. Добрый день. Правомерна ли аудиозапись, которую ведет пациент на приеме? Сказала. Как быть, если пациент требует врача медицинского центра, объясните, в том числе под запись, специализированную медицинскую терминологию, например, тест ЛАСАГа или ЛАСАГа, не знаю, простите, при дарсоропатии. Спасибо. Объясняйте, потому что мы с вами говорили, что он имеет право на получение информации. Доступно, надо объяснить пациенту. Даже подписанный пациентом отказ не спасает врача от ответственности, в том числе уголовной. Так я понимаю, не очень поняла. Отказ от медицинского вмешательства, но это доказательство того, что он не хотел, чтобы вы его лечили. Поэтому у вас есть все основания не оказывать ему медицинскую помощь, но если он только не в бессознательном состоянии, как мы, соответственно, с вами перечисляли. А так, если он пришел, вы говорите, нужно подписать ИДС, он говорит, я не буду ИДС подписывать, вы ему достаете. Отказ от подписания ИДС, он его подписывает, все, ваша совесть совершенно свободна. Проверки возможны, но здесь вы все сделали, все сделали по закону. Так, как поступить с назначением терапии пациенту, сообщающему о наличии у него аллергии на все? Не знаю, как поступить. Наверное, все-таки выясняет, на что именно у него аллергия. При обращении пациента в приемное отделение, в том числе по скорой помощи, нужно ли подписывать ИДС и куда его вклеивать при отказе от госпитализации? В журнале отказа от госпитализации в поликлиниках ИДС подписывается на этапе регистраторы. При обращении в приемное отделение ИДС подписывается, да. Слушайте, ну это вот у вас порядок, должен быть документ оборота вашей медицинской организации. Вы его принимаете, он у вас информированное добровольное согласие, конечно же, подписывает. Отказ от госпитализации тоже существует. Такой документ, обязательно его подписывайте, обязательно берите, особенно по детям. если вот по детям слушают сегодня педиатры, соответственно, недостаточно сказать, там в случае, не дай бог, там тяжести заболеваний или смерти, сколько, довольно большой процент педиатров были осуждены, потому что ребенок умер, а не было отказа от госпитализации. Забыли подписать или еще как-то, в общем. Но здесь тоже нужно помнить, что вы не должны вынуждать пациента подписывать отказ, но если это его желание, вы должны документ взять и хранить обязательно. Где я вам не подскажу, уважаемые коллеги, правда, это вот документ-оборот, который должен быть формироваться у вас, в вашей медицинской организации. Все, мне сказали, что я закончила отвечать на вопросы. Уважаемые коллеги, большое спасибо вам, что пришли сегодня и слушали, и я надеюсь, что была вам полезна, по крайней мере, я очень хочу быть полезной и предоставить информацию, которая поможет вам оказывать пациентам медицинскую помощь без вреда для себя. Я желаю вам успехов, я надеюсь, что вы придете и на остальные три доклада, три лекции нашего цикла, следующие две будут читать. Совершенно гениально Антонина Юрьевна Чупрова. Она вам расскажет обо всем, что связано с уголовной ответственностью, когда она возникает, почему. У нее масса примеров, посвященных этому, поэтому я вас призываю это интересно послушать даже в целях расширения кругозора. А вам еще раз мои слова благодарности за внимание. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok